Доступная навигация, скамейки для сидения, запас питьевой воды, макулатура и банки с краской – что-то в этом списке явно лишнее. Это элементарно то, что называется соблюдение правил, установленных российским законодательством по содержанию подвальных помещений. Вы согласны, нет? Да, конечно, согласны. Ну, что нужно сделать? Наведём порядок. Более двух тысяч подвальных помещений готовы укрыть белгородцев в случае ракетной опасности. Чтобы поддерживать нормальное состояние подземных пространств, сотрудники ГОЧС проводят проверки по выявлению и устранению недостатков. Здесь нет решетки, которые должны быть установлены, работают за Роскроем. Везде в том или ином виде, к сожалению, или почти везде, проблемы есть. Ну, этого невозможно скрыть. Есть над чем работать. Хочется верить, что работники управляющих организаций, которые занимаются обслуживанием жилого фонда, впрочем, как и все жители, мы всё-таки должны находить какой-то здравый компромизм и идти делать совместное общее дело. Требования к подвальному помещению простые. Соблюдение санитарного порядка, свободный доступ в укрытие для всех людей, минимальный набор оборудования – это лавочки и вода. Но, к сожалению, даже эти нормы выполняют не всегда. Замечания, я думаю, были существенные, конкретные. Это захламлённость небольшая в подвальных помещениях. Также в двух из четырёх проверяемых подъездов были закрыты продухи, которые в летний период времени должны быть открыты. Всё это, естественно, будет устраняться в ближайшее время. Я думаю, в следующей проверке порядок будет наведён. Сотрудники ГОЧС в очередной раз призывают управляющие компании и ТСЖ внимательно относиться к содержанию подвальных помещений. А белгородцы, в свою очередь, не пренебрегать правилами безопасности и укрываться в защищённых местах во время сигнала ракетной опасности. Анастасия Ильина, Сергей Щекалов, БелгородМедиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова